Добрый день, уважаемые участники. Я думаю, что Елена Вячеславовна, мы можем с вами начинать потихонечку. Всем добрый день. Надеюсь, меня слышно, видно хорошо. Меня зовут Сергей Николаевич Панцирь. Я являюсь сотрудником Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. И сегодня мы продолжаем цикл вебинаров, посвященных вопросам обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра и сопутствующими нарушениями развития. И в рамках вот этого цикла мы рассматриваем сегодня тютерское сопровождение детей. И с нами уже традиционно, мы это делаем вместе с региональной общественной организацией помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт». И сегодня на встрече Елены Вячеславовны Богородниковой. Прошу прощения, Паш, у нас еще сегодня второй эксперт. Я немножко запутался в отчестве. Значит, Елена Вячеславовна Богородникова, руководитель РОО «Контакт». И мы с ней сегодня будем отвечать на многие вопросы. И помогать нам сегодня будет Елена Валентиновна Самсонова. Елена Валентиновна – это руководитель магистрской программы тютерское сопровождение в инклюзивном образовании и руководитель научно-методического центра Института проблем инклюзивного образования. Это серьезные эксперты в области тютерского подготовки специалистов по тютерскому сопровождению, поэтому она тоже даст какие-то комментарии относительно некоторых вопросов. И давайте начнем по итогам прошлого. Прежде чем начнем, Елена Валентиновна, здравствуйте, да, если можете, чтобы вы понимаете, что вас слышно. Добрый день, коллеги, если слышно, скажите. Да, 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 все слышно, хорошо. Ну все, тогда мы начинаем. Вообще, очень рады, что большое количество участников сегодня, уже 50 человек, надеюсь, еще подключится. Тема, на самом деле, сегодняшней встречи, она очень актуальна. И по итогам прошлой встречи, в прошлую пятницу, со стороны родителей задавалось очень много вопросов. И мы решили посвятить этому отдельную встречу, не откладывать надолго, а сделать это сразу же по следам. Начало года, возможно, многие уже столкнулись, родители, с определенными трудностями в обучении детей. И как раз-таки, наверное, тьютерское сопровождение сейчас очень актуально на начало года. И в этой связи мы постараемся ответить на те вопросы, которые прозвучали в прошлый раз. Мы их немного проанализировали, обобщили, и, соответственно, по этой структуре мы и поговорим. И прежде чем вообще начать отвечать на вопросы, хотелось бы еще раз коротко коснуться таких моментов. Вообще, кто такой тьютер? Потому что не всегда родители четко понимают, кто такой тьютер, и скрывают под этим понятием понимание о том, что это просто, грубо говоря, нянька или ассистент, который просто сопровождает ребенка и помогает ему надеться, раздеться и дойти до класса. Да, на самом деле это не так. И должность тьютера – это относительно молодая должность, появившаяся в штате педагогических работников относительно недавно. И данная должность, она заведена в профессиональный стандарт. Профессиональный стандарт, который называется «Специалист в области воспитания». И в данном профессиональном стандарте есть различные трудовые функции. И одной из них, одной из трудовых функций специалиста в области воспитания является тьютерское сопровождение обучающихся. Собственно, кто такой тьютер? Тьютер – это педагогический работник, которым имеет либо специальное профессиональное, среднепрофессиональное образование, либо высшепрофессиональное образование в области педагогики, в области психологии, либо в социальной педагогике. И к должностным обязанностям тьютера по профессиональному стандарту относятся дополнительные трудовые действия. И первое – это педагогическое сопровождение реализации обучающимся, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидности, индивидуальных образовательных маршрутов и проектов. И, уважаемые слушатели, здесь сейчас на экране вы можете увидеть, что подразумевается под этой формулировкой. Собственно, это те базовые задачи специалиста, над которыми он должен работать при сопровождении ребенка. Это выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в процессе образования. Это участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов обучающихся. Подбор и адаптация педагогических средств, индивидуализация образовательного процесса. Организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по выявлению и формированию развития их познавательных интересов. Участие в реализации адаптированных образовательных программ обучающихся. И организация взаимодействия с родителями или законными представителями. То есть мы здесь видим, что большой спектр направлений работы тьютера. И именно педагогическое образование позволяет действовать в этих направлениях и содействовать обучению ребенка. Второе трудовое действие – это организация образовательной среды для реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. С учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. И здесь вы тоже видите некоторую расшифровку и перечень задач, которые ложатся на тьютера. Проведение анализа по образовательным ресурсам внутри и вне образовательной организации. Организация и координация работы сетевых сообществ для разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ. Разработка мер по обеспечению взаимодействия обучающихся с различными субъектами образовательной среды. Координация взаимодействия субъектов образования с целью обеспечения доступа обучающихся к образовательным ресурсам. Организация и зонирование образовательного пространства по видам деятельности. Оказание помощи семье в построении семейной образовательной среды для поддержки обучающихся в освоении индивидуальных учебных планов и адаптированных образовательных программ. И третье, что входит в задачи тьютера – это организационно-методическое обеспечение реализации индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных к образовательным программам обучающихся. Это разработка и подбор методических средств, разработка методического обеспечения взаимодействия субъектов образования в целях индивидуализации образовательного процесса, контроль и отзывка эффективности построения и реализации индивидуальных образовательных маршрутов и консультирования участников образовательного процесса. Уважаемый слушатель, сейчас мы увидели с вами, что тьютер это действительно педагогический работник, полноценный и требований к нему масса. Более того, в соответствии с профессиональным стандартам он должен обладать целым перечнем различных знаний и умений. И в этой связи, я думаю, что Елена Валентиновна, если вы сейчас что-то добавите касаемо именно профессии тьютер, чтобы родители понимали, когда они подбирают тьютер, на что ориентироваться. Потому что в большинстве случаев они просто ищут человека, который готов сопровождать их ребенка. Благо информации сейчас много и все-таки большинство родителей узнают эту информацию, но многие в отдаленных уголках нашей России еще, к сожалению, до конца даже не знают такого слова тьютер, а уже какие требования или что ожидать от тьютера, это они не знают. Если можно прокомментировать вот этот момент. Спасибо, Сергей Николаевич, за представление стандарта специалистов в области воспитания. Не все, правда, знают, где искать основные обязанности тьютера. Это как раз вот этот самый стандарт, который нам рамочно и законодательно рассказывает о том, кто же такой тьютер. И вы видите, что действительно очень много функций, которые должны быть обеспечены хорошим образованием для тьютера. Но вот для родителей информация, что стандарт появился в 2017 году, в 2020 году он вступил в силу. И, конечно, подготовить такого высококвалифицированного специалиста у наших педагогических вузов, институтов повышения квалификации, конечно, времени не было. Поэтому есть сейчас на данный момент в практике некоторый разрыв между вот этим запросом к функциям тьютера и той подготовкой, которая у тьютеров есть. Есть не так много магистратур тьютерского сопровождения именно в инклюзивном образовании. Первый из них появился, насколько я помню, в Владивостоке, потом след за ним появился наша магистратура. Но вот сейчас мы видим, что цикл обучения в магистратуре, он достаточно длителен, и нужно более оперативно сейчас действовать в ситуации подготовки. Поэтому, конечно, здесь программа профессиональной переподготовки, они более оперативны и более практикоориентированы, потому что магистратура требует такого научного, научной подготовки в том числе. Но вот я для родителей еще раз хочу сказать, что очень важно, ну, как сказать, брать в расчет реальность. А реальность у нас сложная. Мы сегодня будем говорить не только о стандартах, но о реальности. То есть есть документы, которые задают некоторую высокую планку для тьютеров, есть некоторая реальность с точки зрения подготовки тьютеров, с точки зрения реальных профессиональных компетенций у тьютера. Мы обязательно должны стремиться к тому, чтобы действительно тьютер стал вот таким вот высокоподготовленным и высококвалифицированным специалистом, разбирающимся во всех тонкостях детской психологии, во всех тонкостях коррекционной работы. И здесь надо, конечно, вот сейчас четко видеть границу между тьютером и ассистентом, о том, о чем сказал Сергей Николаевич. Есть специальный стандарт для ассистента. Как раз ассистент может вводить ребенка за руку, доводить его до класса и делать все технические действия, которые требуют сопровождения ребенка. Но мы должны понимать, что тьютер – это действительно педагогическая профессия, направленная на самостоятельность. То есть в конце концов задачей тьютера является все больше и больше становление ребенка самостоятельным. И если он может работать с данным уровнем развития каждого конкретного ребенка, то он стремится именно к этому, чтобы ребенок действительно и в школе, и дома, и в социальной жизни мог быть активным и самостоятельным. По возможности мы понимаем особенности разных детей. Но вот как, учитывая эти возможности, все-таки стремиться именно к этому – это как раз задача тьютера. Ну и, соответственно, у нас появляются задачи в учебной деятельности, как там тьютера сопровождать. И здесь мы очень много возлагаем надежд на родителей, потому что сейчас тьютеры появляются в образовательных организациях благодаря усилиям родителей. Вот сейчас к нам подключилась Екатерина Иванова, подкнется нашей магистратурой, и в то же время мама ребенка, которая на протяжении всех этих лет добивалась тьютерского сопровождения, провела исследовательскую работу, показывая, где дефициты. То есть если нет тьютера, то что происходит с ребенком в момент, когда тьютера нет. И чем лучше, когда тьютер есть и для педагогов, и для администрации школы, потому что тьютер помогает ребенку включиться, если ребенок у вас на уроке действует, ну и ведет себя определенным образом, и, как говорят учителя, мешает, мешает на уроке, то тьютер делает так, чтобы ребенок включился действительно осмысленно, осознанно, и начал действительно быть учеником, а не мешающим в школе ребенком. Вот что для этого нужно сделать, и для этого ли только тьютер, потому что многие как раз администрации думают, что тьютер нам нужен, чтобы ребенок не мешал. А мы как родители понимаем, что не для этого в школу приводим ребенка, чтобы он стал помехой для учебного процесса в образовательной организации. Да, не для этого. И еще раз, тьютер работает для ребенка, ради ребенка, на цели ребенка, и в том числе на цели, конечно, семьи, а не для того, чтобы вписать его в требования учебного процесса. И очень часто тьютер бывает такой конфликтной, возможно, фигурой. Мы всячески на наших курсах говорим, что не должно быть конфликтов, а наоборот должно быть сотрудничество с администрацией, для того, чтобы объяснить, объяснить администрации, для чего тьютер нужен. А что он делает для ребенка администрации сейчас, тоже не понимает. Мы про реальность говорим, я уже несколько аспектов реальности описала. Ни администрация, ни учителя на самом деле не всегда понимают, что делает тьютер. А в школе, в детском саду, для чего он нужен. А это именно такая связь между ребенком и образованием, между ребенком и социумом. И вот эта встроенность друг в друга, она должна быть как можно более комплементарной и ориентированной на пользу ребенка, на пользу того, чтобы ребенок в этот процесс вошел. Поэтому, родители, дорогие, у нас очень большие ожидания от вас, чтобы вы изучили действительно необходимые документы, Документы, которые сейчас деятельность тьютера подтверждают, это не только профессиональный стандарт, появился большой ряд, и об этом, я думаю, Елена Вячеславовна будет говорить. Появился большой пул документов, которые регулируют деятельность тьютера. Но вот родители должны тоже разбираться, для чего нужен тьютер, как взаимодействовать с администрацией школы, что нужно ожидать от учителя и от тьютера одновременно, и какая сейчас реальность. То есть здесь, конечно, нужно и требовать, и с другой стороны понимать, что и школа сейчас в достаточно сложной ситуации находится, и не всегда у школы есть возможности и средства обеспечить каждому ребенку, а мы-то считаем, что каждому ребенку нужна тьютерская сопроводие, не только ребенку с ограниченными возможностями здоровья, и не только ребенку с аутистическими особенностями. Каждому ребенку нужен тьютер, то есть каждый ребенок встраивается в образование, встраивается в культуру и простраивает свой образовательный маршрут, свой, свой индивидуальный образовательный маршрут. Это задача любого ребенка, ему тогда становится более интересно учиться, более содержательно становится взаимодействие школы и семьи, и детей в том числе. Ну вот я так немножко, может быть, много вопросов накидала, но будем потихонечку их разбирать. Спасибо большое, Елена Валентиновна. Я вот в подтверждение того, что вы последнее сказали, что как раз-таки к должностным обязанностям относится тьютер, педагогическое сопровождение ребенка, обучающим, сопровождение реализации обучающимися, и запятая, включая обучающихся с ОВЗ. То есть получается, что на самом деле не только для детей с ОВЗ нужен тьютер, тьютер нужен для многих детей, которые возникают потребности в индивидуальных образовательных маршрутах. Поэтому это не только ваши слова, а это прописано в профстандарте. Как бы ссылка на вот эту потребность. Екатерина, здравствуйте. Мы вас сейчас пока просим побыть с нами, не отмечаться. Чуть позднее мы вас включим, вот, уважаемые родители, те, кто подключились. Мы сейчас говорим о том, что кто такой тьютер, да, немножечко пару вводных слов про это сказали. И сегодня нас еще ждет некоторый такой кейс, некоторый один живой случай, который представит Екатерина. Вот как она организовала работу тьютерского сопровождения для своего ребенка. Вот за это я огромное спасибо. Спасибо вам большое, что вы к нам подключились, и дадите дополнительную информацию для наших слушателей. А у нас сегодня очень много родителей. И давайте следующее. Это организация тьютерского сопровождения для ребенка. Я здесь тоже хотел бы немножечко пару вводных слов сказать для слушателей, чтобы вы понимали, как бы в рамках чего мы потом будем дальше общаться. Так вот, мы сейчас говорим про тьютерское сопровождение в системе образования. И, как правило, тьютерское сопровождение осуществляется при определенных моделях организации образования. На прошлом вебинаре мы об этих моделях говорили коротко. Сейчас я просто повторюсь, что для каждой определенной возрастной группы детей определяется определенная модель организации образования, которая в том числе является некоторым специальным условием получения образования. Если мы говорим про детей дошкольного возраста, то это группа кратковременного пребывания, группа компенсирующего вида, группа комбинированного вида. И то преимущество, о чем мы сегодня будем говорить, это дети, получающие начальное или основное общее образование, которое включает следующие модели. Инклюзивное образование, то есть, по сути, это обучение в общеобразовательном классе. Второе, это инклюзивное образование с применением модели ресурсных классов, ну или еще называют частичную инклюзию. Образование в отдельных классах для детей с ОВЗ, в том числе автономный класс и надобные формы обучения. Ну и, как правило, тьютерское сопровождение осуществляется на первых трех моделях. Инклюзивное образование, инклюзивное образование с применением модели ресурсных классов и образование в отдельных классах для детей с ОВЗ. И при этом, при всем существует приказ Министерства просвещения номер 442, в котором в 38-й статье написано, что при организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся из расчета по одной штатной единице. Тьютера, да, вот я сразу здесь вот выделил, в самом низу тьютера, ассистента-помощника на каждых от одного до шести обучающих с ограниченными возможностями здоровья. Да, то есть если уже более шести детей, то здесь может быть и два тьютера. Но до шести, как бы, может быть один тьютер на одного ребенка, либо на нескольких детей, в зависимости от модели обучения ребенка. И если мы говорим про инклюзивное образование, то здесь, как правило, и мы как команда сегодняшних специалистов на нашем вебинаре, представляющие разные организации, мы рекомендуем, что при инклюзивном образовании на одного ученика один тьютер. При этом задача тьютера здесь ложится участие в процессе обучения, то есть способствованию освоения образовательной программы, участие тьютера в процессе социализации ребенка, то есть его освоения и освоения им определенных норм и правил общения со сверстниками, ну и, соответственно, работа с родителями. Если мы говорим про ресурсный класс, то в соответствии со всеми методическими рекомендациями, которые были выпущены за последние года, то тьютер на одного ученика рекомендуется. В задачи тьютера ложится реализовывать индивидуальную часть образовательной программы, сопровождать ребенка в регулярном классе, и в том числе на групповых занятиях в самом ресурсном классе, сопровождение ребенка в режимных моментах и способствовать организации совместной деятельности между учащимися и сверстниками из регулярного класса, то есть некоторая социализация ребенка. Если мы говорим про отдельный класс для интересного или автономный класс, то здесь может быть тьютер на одного ученика, либо на нескольких учеников. Вы видите задачи тьютера, которые возникают при организации данного направления работы. Тоже можете прочитать. Как мы видим, что в зависимости от модели обучения ребенка подбирается определенное количество тьютерского сопровождения и вариант либо это групповое сопровождение, либо это индивидуальное. И вот на этом у меня, в общем-то, все. Вот такие вводные вещи я сообщил. И когда мы в прошлый раз обсуждали вопросы касаемо специальных обязательных условий, то многие родители задавали вопросы. И вот когда мы проанализировали, вы поняли, что, в общем-то, порядка вот таких пяти ключевых вопросов всегда возникают у родителей. Ну и первое – это в каких случаях рекомендуется тьютер. Частично мы уже сегодня ответили. При каких трудностях, каких расстройствах развития нужен тьютер. Например, такой был вопрос. Может ли быть тьютер, если у ребенка ЗПР, программа 7.1? Вот такие вопросы возникают. Потому что очень такой распространенный миф, что тьютер только для аутистов. Очень часто родители это говорят. На это мы сейчас чуть позже ответим. Второй вопрос. Чем отличается тьютер и общее тьютерское сопровождение? Вот здесь имеется в виду, что под этим вопросом автор подразумевал, что иногда пишут индивидуальное тьютерское сопровождение, иногда пишут общее тьютерское сопровождение. Чем эти два понятия отличаются друг от друга? Третье. И какие возможности они дают? Третье. Каким образом получить тьютера в школе? Вот это самый, наверное, кричащий вопрос. Он, наверное, должен стоять первым, но мы его решили поставить третьим, потому что, чтобы подвести к этому, чтобы было понимание, почему и как что делать. Четвертое. Как обучать ребенка без тьютера? Очень хороший вопрос, который многие задают родители, потому что, ну, если нет возможности организовать тьютера, что делать в этой ситуации родителю, и что делать в этой ситуации в школе? Ну и пятое. Где же, в общем-то, найти этого тьютера так всеми желанным? Вот такие пять вопросов задавали родители в прошлый раз. И, уважаемые слушатели, вот сейчас мы хотели бы, чтобы это была некоторая такая традиционная форма нашего с вами общения во время вебинара. Пожалуйста, в чате поставьте номер вопроса или номера вопросов, которые для вас актуальны на данный момент, которые вы не знаете, как решить. Мы хотим каждый раз задавать такую форму, понимать, что у вас происходит, и видеть, что для вас сегодня, на сегодняшний день актуально. Да, спасибо большое. Вот второй и третий, мне кажется, лидируют. Елена Вячеславовна. Пятый тоже актуален. Я бы не сказала, что тут прямо какой-то можем выделить один или даже два вопроса. То есть я вижу по списку, что актуально практически все. Просто вот кто-то в какой-то части уже разобрался, а кто-то нет. Ну, может быть, тогда начнем прямо отвечать? Да, да, да. Если можно, я вот на первый вопрос начну. Я так подготовил небольшой материал, и если можно, потом, чтобы вы добавили. Значит, уважаемые родители, да, вот для того, чтобы понять, в каких случаях рекомендуется тьютер, я бы хотел обратить ваше внимание, первое, на федеральный закон об образовании, в котором в 79-й статье написано, что для детей, осваивающих адаптированные основные образовательные программы, создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. И далее, в пункте 3, в АПИ дается пояснение, что подразумевается по спецусловиям, и в том числе, это другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. То есть что нам это говорит? Да, что нам дает это понять? То, что если ребенок в рекомендованной программе начинает обучение и начинает испытывать трудности в освоении, и не осваивать на общих правилах вместе со всеми другими учениками класса, это уже является основанием для потребности получения тютера. Это не говоря о том, что мы сейчас на это сошлемся и побежим говорить, что в соответствии с этими пунктами дайте нам тютер, нет. Это больше для понимания вас, что вы понимаете, что если ребенок на общих основаниях не может освоить образовательную программу, то одно из условий может быть, это именно тютерское сопровождение. Второе, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание, что опять же, в соответствии с трудовой функцией тютерского сопровождения 3.6.1, педагогическое сопровождение, реализация обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ, инвалидной и инвалидностью, и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. То есть на что это обращает наше внимание? На то, что если ребенок осваивал образовательную программу, испытывает трудности и возникает необходимость некоторой индивидуализации образовательного маршрута, то есть не выведение его на индивидуальную форму обучения, а именно разработка для него индивидуального учебного плана, индивидуального расписания, может быть, индивидуально адаптированная образовательная программа, Это говорит о том, что он в этой ситуации нуждается в тьютерском сопровождении в том числе. Например, ребенок обучается по программе 8.2, и в какой-то момент специалисты и родители понимают, что ребенок нужно понижение программы 8.3, допустим. В этой связи не надо его выводить, например, в другой класс. Можно оставить его в том же самом классе для детей, в один классе для детей с УВЗ, но представить к нему тьютера, для того, чтобы он по отдельной программе мог спокойно осваивать со всеми ребятами вместе. То есть получится такая некоторая форма инклюзии. Но это некоторая индивидуализация образовательного маршрута. В ряде случаев, если ребенок не осваивает, то есть он осваивает программы, соответственно, ровнее со всеми, но у него есть проблемное поведение, адаптивное. Опять же, для него нужна индивидуальная программа коррекционной работы, индивидуальная программа сопровождения. Вот один из примеров, когда это некоторая индивидуализация образовательного маршрута. Собственно, исходя из этого, то, что я сказал, в каких случаях рекомендуется тьютер? Тьютер рекомендуется в тех случаях, когда ребенок начинает испытывать определенные затруднения в своей программе. И в зависимости от диагноза или в зависимости от варианта адаптированной программы здесь нет. То есть тьютер нужен тем, кто в нем нуждается для освоения программы. Если это все участники обзорного процесса понимают, что это необходимые условия. Вот что я хотел сказать. И Елена Вячеславовна, если вы можете как-то прокомментировать, что-то добавьте, пожалуйста. Я вот вижу уже в чате у нас вопрос, как раз в том числе и про это. Я зачитаю тогда, и мы с вами прокомментируем его. Школа под страхом жалоб выделила тьютера, но это садовский психолог с курсами тьютера. У сына 4 урока, и после них коррекционная работа. Тьютер с ребенком 3 урока, 4 урок, ребенок 1 в классе с 26 детьми. Как убедить школу, что если я привела ребенка и отдала его тьютеру после коррекционной работы, должна его у этого же тьютера забрать, а не волноваться, как сын дойдет со второго этажа до раздевалки на первом. Ну вот смотрите, мы здесь и все предыдущее время говорили о том, что организованное сопровождение может быть по-разному. И функции, которые тьютер выполняет, это не только физическое сопровождение ребенка. Я очень разделяю, понимаю беспокойство мамы, которая хотела бы взаимодействовать с каким-то одним человеком, который организует образовательное пространство вокруг. И, конечно, со школой можно говорить о том, чтобы тьютер сопровождал ребенка на всем протяжении учебного дня. Однако, смотрите, если мы говорим о коррекционных занятиях после школы, с ребенком занимаются специалисты. Это значит, что если это не один специалист, они несут ответственность за ребенка с момента того, как они приняли его в класс на занятия и до момента передачи его следующему специалисту. То есть здесь тьютер, по сути, на время занятий, на время вот этой передачи, он, в общем-то, не нужен. Здесь нужно, чтобы отлажено было взаимодействие между специалистами. Мне здесь было понятно, кто вам ребенка передает, потому что если ребенок действительно пока не самостоятельен, испытывает сложности в передвижении, то организовать его сопровождение и передачу вам всегда можно силами тех специалистов, которые имеются. Главное, об этом договориться. То есть, чтобы вы не волновались, это должно быть проговорено, и школа должна сказать, кто именно, в какой момент времени за ребенка отвечает, как осуществляется передача, и между вами и всеми специалистами школы, это тоже должно быть все проговорено. Если говорить про четвертый урок, где он в классе с 26 детьми, то здесь, мне кажется, даже особенно и убеждать никого не надо, потому что очевидно, что что-то на этом четвертом уроке происходит. Если это происходит прям учеба, замечательно, но наверняка педагог вам, педагог класса, может как-то прокомментировать, каким образом включается в урок ваш ребенок, и вы можете всегда попросить по результатам вот уже прошедшего времени написать некоторую характеристику или выдать вам какое-то заключение о том, как ребенок себя ведет на уроках, что показывает, какие результаты образовательные он может показать без тьютера, и, в общем, вот такую вот какую-то характеристику вы потом можете использовать для того, чтобы разговаривать дальше со школой о том, что тьютер ребенку нужен и на этом четвертом уроке. То есть даже если у них нет возможности обеспечить его сейчас, значит, надо придумать, кто этим тьютером будет, как это будет осуществлено и как это будет организовано, потому что я почти убеждена, что такой маленький ребенок, которого оставляют без поддержки тьютерской на последнем уроке в классе со всеми детьми, скорее всего, он сидит из образовательного процесса. Хорошо, если он сидит, но, скорее всего, он выключен из образовательного процесса, он с высокой вероятностью не усваивает ничего, то есть это просто присмотр и уход, но не обучение. Поэтому сначала мы здесь взаимодействуем с педагогом, получаем характеристику, дальше обсуждаем со школой на основании этой характеристики на внутреннем школьном консилиуме, который вы можете попросить собрать, мы об этом будем там сейчас говорить чуть позже, что тьютерское сопровождение ребенку на всех уроках необходимо. Ну, вот, наверное, вот так. Если можно, я тоже добавлю. Я бы хотел добавить, что так как тьютер, это является педагогический работник, и он, сопровождая ребенок, входит в состав службы психологопедагогического сопровождения, в том числе, то он должен, соответственно, также разрабатывать, это, к сожалению, не прописано в каких-то нормативных документах, но это достаточно правильная практика, он должен прописать задачи своей работы на полугодие или на целый год с конкретным ребенком. Соответственно, если вы хотите понимать, что делает этот тьютер с вашим ребенком, то здесь можно попросить, вот именно предоставить некоторую информацию о том, какой план работы у тьютера с конкретным ребенком. Елена Валентиновна, если есть что-то добавить, то можно подключиться, если нет, то тогда мы переходим к следующему вопросу. Тогда следующий вопрос. Вот здесь мне бы как раз хотелось бы услышать мнение Елены Валентиновны и Елены Валентиновны вашей. Чем отличается индивидуальное тьютерское сопровождение от общего тьютерского сопровождения? Потому что в моей практике это часто история, когда прописано общее тьютерское сопровождение. В профстандарте пишется тоже, что общее тьютерское сопровождение, индивидуальное тьютерское сопровождение не прописывается, но общаясь с моими коллегами из разных практик, я понял, что на самом деле здесь это отдается на откуп школе, что на самом деле вот это общее тьютерское сопровождение может в том числе включать в себя понятие индивидуальное тьютерское сопровождение, но не только присмотр и создание каких-то спецусловий для группы детей. Вот чем они все-таки отличаются, и есть ли такие понятия, как индивидуальное тьютерское сопровождение, а есть ли нет, то тогда как это организовать или сделать эту запись? Ваше, пожалуйста, мнение. Можно вот, ну давайте Елена Валентиновна, если можно, вы первая начнете. Да, хорошо, коллеги. Я еще раз обращусь к тому, что практика тьютерского сопровождения, она только-только на наших глазах с вами, на нашем опыте становится. И, собственно говоря, вот это отличие индивидуального от общего тьютерского сопровождения тоже появилось буквально за несколько последних лет. И это идет из практики города Москвы, которая пыталась как раз обеспечить все потребности родителей, учитывая дефициты образовательных организаций. Поэтому это такой выход из ситуации. Потом под это появляются некоторые обосновывающие определения, почему и чем это отличается. Значит, предполагается в школе, значит, опять же, тут есть разъяснительные письма министерства, есть, соответственно, рекомендации по МПК, какие записи должны быть, и там есть вот как раз, ну, какой-то комментарий этой строчки. Значит, если говорить о, ну, вообще идее тьютерского сопровождения, в принципе, тьютер может работать из группы детей одновременно, да, не то, что у него на сопровождении индивидуально шесть детей, как написано в приказах, да, то есть он бегает от одного ребенка к другому, переключается по своему графику и плану, да, в один день работает с одним, в другой день с другим, что, в общем, тоже требует обоснования некоторого. В принципе, тьютер может работать из группы детей, да, то есть когда мы говорим, что тьютер работает с нормативно развивающимися детьми, то здесь он собирает тьютер, так называемый, и работает с группой вместе, в группе выясняя, какие есть приоритеты, какие-то образовательные цели, потребности у детей и так далее. Точно так же можно работать и с определенными группами детей с ограниченными возможностями здоровья, да, то есть собирается группа, и с ними выясняются их сложности, соответственно, задачи образовательные и так далее, и составляется их индивидуальный образовательный маршрут, что у нас прописано в профстандарте. И это требует определенных технологий, как работать с группой, как у ребенка в результате групповой работы появляется этот самый индивидуальный образовательный маршрут. Если ребенок осознает и понимает, что он с этим маршрутом, соответственно, может самостоятельно передвигаться, например, по своему графику индивидуальному, да, то есть, например, у него написано, что он сейчас идет со всеми вместе на урок, а потом у него индивидуальное занятие в ресурсной комнате или в группе детей в ресурсной комнате, да, в ресурсном классе, и он может вот по этому маршруту самостоятельно, осознанно передвигаться. Если не может, то этот график держит ассистент, например, и по этому графику идет. В этом случае тьютер занимается вот такой вот работой, планированием, проектированием совместных детей, ориентируясь на эти трудности и образовательные интересы. В этом смысле общее тьютерское сопровождение будет обосновано тьютерским стандартом. Другое понимание административное общего тьютерского сопровождения, что тьютер – это методист, и у него действительно в функциях прописана методическая работа. Третья функция – это методическое обеспечение, освоение ребенком его индивидуального образовательного маршрута. И администрация понимает в этом случае по тьютерам, что он садится и собирает все документы на детей, потом, соответственно, собирает от консилиума все разработанные на него адаптированные программы индивидуальные, основанные на общих основных образовательных программах адаптированных. То есть он такой клерк, занимающийся бумажками и, соответственно, отвечающий за эти бумажки. Это совершенно неправильное, несоответствующее тьютеру понимание, чем он должен заниматься. Но, к сожалению, часто администрация именно это и поручает тьютерам. Тогда у тьютера может быть 25, 48 и большее количество детей. Это я просто реально привожу примеры, сколько у тьютера может быть на сопровождении. В этом случае он не занимается тьютерской работой, а занимается именно вот такой организационной работой. И в свое время, когда практика инклюзии только зарождалась, мы говорили о том, что в школе должен появиться от администрации куратор, координатор по инклюзии. И только частная, одна из частных задач, это как раз удержание всего контента документов, который может на разных детей составляться. Но он отвечает за все тьютерское сопровождение, не только тьютерское, а вообще за организацию спецусловий в образовательной организации. Тогда он держит эти документы в том числе и знает, как их разрабатывать, и координирует работу специалистов и так далее. А вот здесь вот пока практика не пришла к тому, что в каждой организации есть такой координатор по инклюзии, поэтому у тьютера может появиться тоже вот такая вот работа. Но мы понимаем, что это две разные совершенно ситуации. Одна административная, я удерживаю весь контекст административной работы, а другое – это когда действительно тьютер работает на интересы ребенка. Он понимает, в чем его интерес, он его сопровождает, даже если это происходит в группе. Поэтому сейчас в практике у нас есть. И вот это вот понимание, тьютер составляет документы, не видит в глаза ребенка, может такое происходить. Но это вот когда мы уходим на полюс просто отчитаться галочкой о том, что у нас сопровождение в организации осуществляется. Другое, когда у нас общее тьютерское сопровождение, это сопровождение не только отдельного ребенка, но целой группы детей, когда мы их действительно можем в группу соединять, работать с ними как вот с такой группой и заниматься вот таким вот проектированием их индивидуального образовательного маршрута. А индивидуальное тьютерское сопровождение – это когда действительно у тьютера может быть от одного до пяти или шести детей на сопровождении, и он действительно именно индивидуально сопровождает ребенка. В качестве отчетного документа появляется этот самый индивидуальный образовательный маршрут. Да, кстати, хотела сказать, что в прошлом году совместно с организациями города Москвы мы разработали металлическое пособие по разработке индивидуального образовательного маршрута. И у нас на сайте Института проблем инклюзивного образования это пособие в свободном доступе. Вы можете с ним познакомиться. Что же это такое индивидуальный образовательный маршрут? Тут тоже масса вопросов есть у разных организаций на эту тему. Поэтому, поскольку это является одним из инструментов работы тьютера, там очень подробно описано, как родители подключаются к этому процессу, как ребенок может включиться в этот процесс, и что делают, собственно говоря, специалисты. Это развернутая практика в Москве, в других регионах. Это по-разному. Этот документ по-разному называется. Это может быть адаптированная образовательная программа. И вот такой вот документ, индивидуальный образовательный маршрут или адаптированная образовательная программа, это как раз то, что является спецификой деятельности тьютера, когда мы говорим про индивидуальное тьютерское сопровождение. Да, и опять же, отличаем. Ассистент водит за руку, а тьютер занимается сопровождением образовательного маршрута и образовательного процесса, связанного с ребенком. Но еще хотела сказать, что образовательными задачами могут быть не только задачи, связанные со своими программами. Для ребенка с особенностями эта задача может быть связана с задачами самообслуживания, с задачами, соответственно, того, что он самостоятельно будет в результате взаимодействия с тьютером ходить, например, в туалет, ходить в столовую и так далее. То есть мы к этому стремимся, и тьютер в этом случае учит ребенка, а не, соответственно, делает что-то за него. То есть задача тьютера – научить ребенка делать что-то самому, а не выполнять эту работу за него. Поэтому это к индивидуальному тьютерскому сопровождению, а к общему – это или работа с группой, или, соответственно, вот эта организация процесса, но тоже она может быть и эффективной. То есть он разрабатывает документы на всех, но при этом удерживает координацию работы с детьми всего педагогического коллектива и родителей и так далее. То есть это скорее организационный формат, когда мы говорим про общее тьютерское сопровождение. Индивидуально – это как раз работа индивидуально с одним, или также индивидуально, но с другими, с разными детьми, от одного до шести. Ну вот такой мой ответ. Спасибо большое. Елена Валентиновна, добавите что-то? Я с практической точки зрения добавлю. Спасибо большое, Елена Валентиновна. Прям очень хочется ссылочку на методичку, потому что я сразу пошла прямо искать, не так просто оказалось найти. Наше издание, Елена Валентиновна. Наше издание, и там вторая или третья строчка. Ну, в общем, если мы в процессе сейчас найдем и поделимся, сразу ссылку дадим, и чтобы люди могли пользоваться. Я хотела добавить с практической точки зрения, что да, Москва у нас в некотором смысле законодатель мод в этом вообще по тьютерству. И в целом ситуация в среднем по Москве лучше, чем в других регионах намного. Вот здесь тьютеров наибольшее количество из всех остальных регионов вместе взято. Однако, когда мы, родители, добивались, чтобы тьютеры появились впервые в заключениях ПМПК, они действительно появились там сначала, именно для детей с раз, по той простой причине, что, наверное, мы активнее всего в них нуждались и понимали, как это важно, и видели результат, как это прекрасно может работать, и настойчиво всего этого требовали. Однако потом тьютеров действительно стали вписывать в заключение ПМПК всем детям остальным с другими залогиями. Это очень хорошо и правильно. А дальше перестали вписывать индивидуальное тьютерское сопровождение, которое сначала появлялось у нас в заключении ПМПК, как раз потому, что, наверное, ПМПК понимает, насколько трудно обеспечить такое количество индивидуальных тьютеров и оставляет это на усмотрение школ. То есть аргументация была такова, что вам не вписали индивидуальное тьютерское сопровождение, а вписали общее тьютерское сопровождение именно для того, чтобы на месте, когда уже будет понятно, в какой форме реализуется образовательный маршрут, можно было в школе и вам принять решение. То есть я еще раз подчеркну, что это общее решение, не только школьное, не только ваше, оно общее. И можно на месте тогда решить, какое именно сопровождение. То есть общее включает в себя возможность организации индивидуального. Аргументация вот технически была такая. То есть это нигде такое не написано, не прописано, но это правоприменительная практика. То есть так сложилось. И таким аргументом, в общем-то, на месте со школы вы можете пользоваться. Это сложнее, чем если у вас прописано индивидуальное тьютерское сопровождение в заключении ПНПК, однако использовать это все равно в работе можно. Вот что я хотела к этому добавить. Да, ну я это в свою очередь тоже добавлю, так как я являюсь руководителем консультативной диагностической службы, и диагностика – это моя такая любимая деятельность, то я всегда говорю о том, что в первую очередь, прежде чем начинать работу с ребенком, важна диагностика. И поэтому, в общем-то, то, что я немного дополняю сейчас в ваши слова, что когда ребенок пришел с этой формировкой, это не значит, что теперь все, вот только общее тьютерское сопровождение, такое методическое, больше ничего. Все должно исходить из диагностики. То есть если по результатам первичной диагностики понятно, что ребенок не нуждается для своей программы в тьютерском сопровождении, то эта формировка, она помогает и дает возможность также организовать индивидуальное индивидуальное сопровождение. Но в практике мы видим, что многие учителя и многие школы говорят, что ну а же не написано индивидуально, поэтому мы здесь ничего не обязаны. Вот это вот большая такая проблема, против которой нужно найти решение, как противостоять. Я думаю, что ответ на следующий вопрос как раз нам позволит это сделать. Вот последнее, что здесь хотелось бы добавить, то, что в заключении по МПК мы ждем фразы «общее тьютерское сопровождение». На самом деле по закону по образованию школа может спокойно также предоставить тьютерское сопровождение без записи в заключении по МПК. Но, как правило, в практике не всегда так происходит, но многие школы, в общем-то, спокойно выдают тьютеры без отсыла к прохождению по МПК. Сергей Николаевич, пока не перешли к следующему вопросу. Действительно, надо дать ссылку на документ Минпроса 2020 года, где написано, что консилиум школы может рекомендовать тьютера. Может быть, вы уже обсуждали, я пропустила этот вопрос. И родители могут пользоваться этим документом, говоря о том, что если по МПК комиссия не записана, то консилиум может рекомендовать тьютера. И то, что вы говорили, совершенно верно, диагностика здесь важна. К сожалению, опять же, мы очень часто говорим, что инклюзия у нас плохо реализуется в школах, а во многом это упирается в то, что когда-то была отменена входная диагностика детей. Она нам очень нужна. Она сейчас... Тогда это было сделано для того, чтобы не было сегрегации, не было распределения детей в специальные коррекционные школы, чтобы доступ был свободный у любого ребенка к образованию, дошкольника и школьника. Но для того, чтобы действительно простроить грамотно маршрут, нам эта диагностика очень нужна. Нам нужно знать, что происходит с ребенком. Поэтому, с одной стороны, образовательная организация идет по пути равного доступа и отменяет все вот эти вот процедуры. Но, с другой стороны, мы понимаем, что равный доступ – это не то, что всем одинаково. А для того, чтобы знать, как нужно каждому конкретному ребенку, надо понимать, в чем его особенности. И вот здесь вот каким-то образом эту коллизию надо будет решить. И консилиум – это как раз тот орган, очень редко бывающий в различных регионах. То есть практически этот консилиум, когда объединяются усилия специалистов и педагогов, и родителей, кстати, тоже, для того, чтобы правильно действительно создать условия для любого ребенка, который в этом нуждается. И тогда консилиум действительно проводит эту диагностику и говорит, что да, вот вашему ребенку нужно действительно тьютер, потому что и потому что. Поэтому, если в вашей школе нет консилиума, то, конечно, ей, тем более, приходится не очень просто. А это часто бывает, что нет специалистов. Или специалистов мало, да, там на полтора тысячи детей один психолог, конечно, какой-то консилиум. Вот, ну просто такой комментарий, тоже важный, мне кажется, здесь. Да, да, спасибо большое, Елена Тимовна. Мы с вами, уважаемые слушатели, на прошлом вебинаре как раз про это говорили, про консилиум. И если это заинтересовало, то мы вас отправляем на прошлый вебинар, где вы можете, в общем-то, послушать про как раз про возможности консилиума и что консилиум может предоставить. Ну, давайте перейдем к третьему вопросу. И вот как раз-таки третий вопрос. Если мы поняли, что нашему ребенку нужен тьютер в школе, мы вот реально это понимаем, это необходимость. То есть это не какая-то излишняя потребность, да, в, как бы, ну, она редко бывает излишняя, но мы четко понимаем, что вот нам нужен этот индивидуальный тьютер, то каким образом получить этого тьютера в школе, да, если нам его прямо вот так легко не дают, да, там, и нету записи по заключению ПМПК, или другой вариант, что просто написано «общий тьютер» с испорожением. То здесь сейчас ответит Елена Вячеславовна. Вот здесь представлено в табличном таком варианте в виде схем текст, чтобы все поместилось на одном слайде, мы сделали достаточно мелко, но такая техническая возможность в правом верхнем углу есть две стрелочки в разные стороны направлены. Это развернуть экран пошире. Поэтому, уважаемые учащие, слушайте, если есть возможность это сделать, вы можете покрупнее посмотреть и увидеть то, что там записано. Сразу повторюсь, вот этот алгоритм, который мы озвучим, он в этой презентации находится, и эту презентацию мы потом по итогам нашего вебинара вышлем всем слушателям на почту. Поэтому эта презентация сохранится, этот слайдик у вас в любом случае окажется, можете потом по подробному поизучать. Вот, Елена Вячеславовна, если можно, да, ответить по вопросу. Да, давайте я прокомментирую, это самый, наверное, такой практикоориентированный вопрос, и мы с ним встречаемся, ну, просто ежедневно практически на консультациях. Значит, пока хочу сказать, что письмо Министерства просвещения, о котором мы говорили, на основе которого в том числе эта схема работает, я положила сейчас вам в чат. В том числе мы выгрузим и разошлем всем участникам вебинара это письмо, еще раз ссылка, или документом, или так и так. Поэтому оно у вас в любом случае будет, с ним полезно ознакомиться, и вы убедитесь, что действительно индивидуальное ли тютерское сопровождение, общее ли это может быть решено без участия в этом ПМПК, школьным консилиумом. Значит, я поправлюсь сразу, не школьным консилиумом, консилиумом образовательного учреждения. То есть у нас здесь в заголовке вопрос, каким образом получить тютера в школе. На самом деле эта схема работает не только для школьного уровня образования, она также работает для детского сада, то есть для дошкольного уровня образования она также действительно. Значит, если мы в образовательном учреждении пришли к нему уже с заключением ПМПК, в котором все-таки тютерское, индивидуальное тютерское сопровождение есть, это, однако, не означает, что мы его получим. Значит, часто бывает так, что в заключении ПМПК тютер индивидуальный прописан, в образовательном учреждении тютер не предоставлен. Что мы делаем? Для того, чтобы избежать этой ситуации, то есть профилактикой занимаемся этого сразу, мы, принося заключение ПМПК в образовательное учреждение, обязательно пишем к нему заявление. То есть мы не просто его отдаем, мы всегда пишем заявление на создание специальных образовательных условий. Я очень рекомендую родителям, мы не устают и повторять, пожалуйста, не ленитесь, не просто отдавать эти бумаги куда-то там в руки учителю, несите все свои документы прямо в приемную, туда, где регистрируют входящие письма, и на заявлении своем о создании спецусловий получайте входящий номер и дату, для того, чтобы вы могли дальше каким-то образом с созданием этих условий или не созданием этих условий работать. У вас появляется отметка о том, что образовательная организация в курсе того, что положено ребенку, да, я напомню, что важно, если у вас в заключении ПМПК индивидуальное тютерское сопровождение прописано, вообще все, что в заключении ПМПК прописано, положено к тому, чтобы было реализовано в обязательном порядке, то есть заключение ПМПК носит рекомендательный характер для родителя, для школы, для образовательного учреждения вообще оно носит обязательный характер. Именно поэтому нам удобно, когда в заключении ПМПК индивидуальное тютерское сопровождение прописано прямо вот этими словами. Иначе сложности начинаются в образовательном учреждении и, собственно, что же с ними делать. Значит, если у нас в заключении ПМПК либо совсем нет тютерского сопровождения, либо есть вот эта самая формулировка про общее тютерское сопровождение, а мы уже понимаем, что нам нужно индивидуальное, то план у нас с вами простой. Мы берем в образовательном учреждении характеристику или результаты обследования ребенка. То есть если у нас в образовательное учреждение приходит ребенок с ограниченными возможностями здоровья, неважно вообще с какими, если у него есть заключение ПМПК, это значит, что должны быть обеспечены все те специалисты, которые указаны в заключении ПМПК. И, собственно говоря, школа или детский сад, они должны каким-то образом этих специалистов, которые будут с ребенком работать, привлечь. То есть если у них нет их в штате, они могут обращаться в городской психолого-педагогический центр, если речь идет о Москве, они могут обращаться в местные ПМС-центры, они могут по договору ГПХ их принимать, могут разными другими сетевыми способами, но эти специалисты должны быть. Следовательно, консилиум таким образом в школе из тех людей и в образовательном учреждении вообще, из тех людей, которые занимаются с ребенком, тоже должен быть. Значит, обследование проводить в начале года они обязаны, потому что надо разрабатывать каким-то образом дальше программу занятий. И вы после такого обследования можете попросить, соответственно, его результаты вам выдать на руки. Там вы увидите, собственно говоря, реальную картину, которую увидели специалисты. То есть что может, чего не может ребенок, какие цели и задачи стоят. И в том числе, конечно, мы увидим все признаки того, нужно тьютерское сопровождение ребенку, или он прекрасно справляется по каким-то причинам там совершенно самостоятельно. Если мы видим, что да, наши опасения вполне себе подтверждаются и характеристиками специалистов, то мы пишем заявление на проведение этого самого внутреннего консилиума образовательного учреждения, коротко он называется ППК, психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения, и просим в этом же заявлении письменном пригласить на него нас, родителей. То есть эта приписка имеет большое значение, потому что практика приглашения родителей на консилиум у нас пока широко не распространена. Однако это ваш самый надежный способ защиты прав детей и включения вас в образовательный процесс, поскольку вы вообще-то являетесь его полноправными участниками. Такое внутреннее консилиум образовательного учреждения это вообще хороший, правильный инструмент для того, чтобы все участники образовательного процесса друг с другом могли обсудить, каким образом должно реализоваться право ребенка на образование, каким образом это будет сделано, кто какую роль здесь будет играть и какие сроки, методы и способы мы при этом будем использовать. Значит, для того, чтобы и в первом случае, и во втором вы были вооружены какими-то обоснованиями, мы подготовили документ, который вы можете скачать, заявление такое, и, соответственно, заполнить там просто свои данные, какой-то своей специфики добавить и дальше, соответственно, подать его уже тем способом, о котором я рассказала, то есть официально регистрируя в ваше образовательное учреждение. Во многих случаях, к сожалению, действительно, и я вот в чате вижу, что люди пишут о том, что школа ссылается на то, что раз заключения по МПК этого нет, значит, они это делать не обязаны. Действительно, я уже сказала, что если у нас заключение, если у нас тьютер заключения по МПК прописан, это нам сильно облегчает жизнь, потому что вопрос о том, должны или не должны, вообще-то отпадает сразу. То есть если прописано индивидуальное тьютерское сопровождение, вопросов нет, точно должны. Значит, что же делать? Пока мы там, значит, со школы, с консилиумом этот вопрос решаем, пока там это все суть до дела, нам никто не мешает пройти и получить заключение по МПК повторно. Но к МПК тоже надо готовиться, поэтому путь тот же самый. Мы, опять же, берем характеристику или результаты обследования ребенка в начале года. Точно так же мы приносим заявление о том, что нам необходимо внести пункт об индивидуальном тьютерском сопровождении на основании вот этих характеристик. Только теперь приносим его в ПМПК. Заявление можно скачать там же у нас на сайте, и точно так же вы отнесете его, вы как в школу относите. Такое практически точь-в-точь заключение заявления вы относите и в ПМПК для того, чтобы получить этого вписанного индивидуального тьютера. Все обоснования там все те же. То есть то письмо Министерства просвещения, на которое ссылается ПМПК, говоря, что пусть это решает школа, оно не запрещает ПМПК никоим образом прописывать эту строчку, ваше заключение ПМПК, и ничто им не мешает туда тьютера внести. Это облегчает жизнь вам, это облегчает жизнь детям, и это помогает добиться индивидуального тьютерского сопровождения на месте в школе. Вот так вкратце план у нас с вами такой. Пишем, пишем и пишем. Спасибо большое, Елена Шлавовна. Достаточно исчерпящая информация. Надо начинать пробовать, действовать. И я бы хотел сразу сказать слушателям, что если на каком-то этапе у каждого этого алгоритма вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, то я думаю, что коллеги из РоуКонтакт всегда готовы будут как-то проконсультировать, дать какие-то пояснения. И, соответственно, я так понимаю, что к вам можно обратиться, Елена Шлавовна, по тем контентам, которые будут в презентации даны, и подсказать, что нужно в этой ситуации сделать следующим шагом. Поэтому здесь это очень сильный ресурс, поэтому рекомендую обращаться. Елена Валентиновна подключилась? Да, я прочитала тут в чате слезное письмо, что тьютер нужен, но вот ищут его везде, ищет полиция как-то у нас и так далее. Найти очень трудно. Тьютеры – это правда, потому что подготовленных тьютеров, еще раз повторюсь, практически нет, очень мало. И действительно, вот сейчас мы выпустили первую группу всего лишь магистров. Их было 12 человек в начале, осталось 9. Вы понимаете, что никаких потребностей магистратура покрыть не может. Мы сейчас организуем программу профессиональной переподготовки и набираем туда слушателей, в МГППУ такое пройдет. Значит, сейчас программа проходит ученый совет, и скоро будет вывешена, соответственно, на сайте МГППУ. Надеюсь, что это более быстрый способ образования тьютеров, нежели магистратура, магистратура 2 года. Вот, и, соответственно, действительно, дефицит прямо в этом году мы ощутили. Школы обращаются. С одной стороны, нам нужны тьютеры квалифицированные, с другой стороны, родители запрашивают тьютеров. У нас есть сейчас несколько агентств, которые занимаются и такой оперативной подготовкой тьютера, и, соответственно, вот этой стыковкой родителей и школ. Потому что вот сейчас основная проблема, это я отвечаю на вопрос, каким образом получить тьютера в школе. Даже если школа расположена к тому, чтобы тьютера предоставить ребенку, не всегда есть готовый специалист для этого. Даже не то чтобы готовый, а не готовый даже обучить специалиста. Но нету человека, который пошел бы на это. И поэтому еще раз, еще одна задача очень важная, это говорить о том, что это престижная профессия, она достаточно высококвалифицированная. И часто просто люди не хотят идти на эту профессию, потому что думают, что это вытирать носы и водить за руку. Что, в общем, тоже почетно и важно и нужно. Но тьютеры, это, конечно, действительно очень, ну, как сказать, требующая широкой культурной подготовки профессии. Рефлексии очень часто, да, и междисциплинарности. Это и клинический психолог, и специальный педагог, и, соответственно, педагог общего профиля, потому что надо и в предметах разбираться, и в особенностях ребенка. То есть подготовка действительно нужна очень серьезная. Вот, но мы пока не имеем готовых тьютеров, к сожалению. И это нужно пространство наполнять. Но вот даже наполняя пространство, дальше мы упираемся в оплату этой работы, и, соответственно, в понимание значения от администрации родителей, да. То есть вот очень много сейчас этапов внедрения тьютера в образовательную организацию требует оперативных каких-то решений и, возможно, документальных решений. Но главное практики, да, практики, которая бы действительно была результативной, показала, что тьютер нужен. Потому что если мы скажем, это избыточное пятое колесо в телеге, и оно никому не нужно, то, соответственно, эта профессия рассосется достаточно быстро. Оно, наоборот, приобретает все больше и больше значения для любого ребенка, не только для ребенка с особенностями. Спасибо большое, Елена Интимовна. Я бы... Вы немножечко дали сильно ответил на вопрос, который мы оставили на самый конец. Ну, может быть, я забежал. Да, ну, видимо, это очень было актуально. Вот здесь некоторые участники пишут, будет ли запись. Запись будет, и мы ее обязательно отправим в ссылку на видеозапись всем на почту, которую вы оставили при регистрации. Вот в дополнение к этому вопросу я бы хотел попросить сейчас выйти в эфир Екатерину Иванову, которая как раз готова была бы поделиться своим опытом организации тьютера. И если я правильно понимаю, вот в предварительной такой беседе с Екатериной, она как раз консультировалась с Роу Контакта, и вот что в итоге она там получила, какой результат. Она сейчас нам об этом расскажет. Да, добрый день. Подскажите, слышно, видно? Да, да, Екатерина, вас слышно, видно, хорошо. Я мама ребенка с РАС по программе 8.1. В этом году он уже пошел в третий класс. И я хотела бы поблагодарить Елену Валентиновну, Елену Вячеславовну и ФРЦ за весь тот опыт, с которым они поделились, и вообще никто меня ни разу не, скажем так, не отпустил, не ответив на мой вопрос. Вот, а я как раз-таки тот первый выпуск магистратуры Елены Валентиновны. Вот, и когда только мы получили заключение ЦПМПК, было написано, что индивидуальное тьютерское сопровождение на период адаптации и далее общий тьютерское. Понятно, что я как мама не знала, что это такое. Мне было страшно. Идти в коррекцию мы не можем, потому что в коррекции все с периодом обучения начальной школы 5 лет. 8.1 программа дает нам всего лишь 4 года. То есть мы уже пошли в свою школу и в обычный класс, в инклюзивный класс, в классе 26 человек. Естественно, в нашей школе, обычной школе, никто не знает, кто такой тьютер и с чем его есть. И раньше это было просто перекладывание бумажки с одного стола на другой. Именно так понимали вообще тьютерское сопровождение, вся эта документация для проверки из администрации. Вот, понятно, что мы пришли первые, школа не готова, но сразу отмечу, что нам, может быть, так повезло. Может быть, вокруг нас такие люди были, всем было интересно, что это такое. То есть мы сотрудничаем и со школой, и университет, Елена Валентиновна и ее команда. Весь тот период, пока я обучалась, они отслеживали, как дела в школе. То есть все вопросы, оказывается, что вопросы возникают не только у родителей, вопросы возникают также и у школы, потому что они много информации не владеют. Вот, и первое, с чего мы начали, ну, у нас положительный опыт, несмотря на то, что очень много тех острых вопросов, которые возникали, но такое пожелание родителям, мы не приходим в школу, не ставим руки в бок и не говорим, что вы нам должны. Везде мы пытаемся договориться, везде мы сотрудничаем, потому что школа – это все-таки не тропа войны между родителями и учителями администрации, это как раз-таки то поле, где мы сотрудничаем, во благо этого ребенка. Вот, и у нас достаточно долгая адаптация, мы полгода только адаптировались к школе, и о таком, о тютерском сопровождении, где мы бы адаптировали материал, где бы мы его учили сидеть в школе, это все, да, было, но самое первое, что нам было нужно, это научить ребенка находиться в школе. Вот, на это у нас ушло полгода, потом у нас стал вопрос, что период адаптации – это полгода, и дальше, извините, мы тютера у вас забираем, у вас просто остается общий тютерский. Ну, на тот момент это было перекладывание документов с одного стола на другой. Вот, и поскольку уже через полгода я уже была подкована по тем каким-то нормативным актам на тот момент, где что посмотреть, я приходила в школу и говорила, товарищи, я прошу провести консилиум внутри школы, и есть вот такие документы, пожалуйста, изучите, и я все-таки настаиваю на том, чтобы тютер до конца первого класса сопровождал ребенка индивидуально. Вот, и у нас тютер был не на каждом уроке, я была против того, чтобы взрослый человек его водил за руку на каждый урок. Мне нужно было, чтобы ребенка научили находиться в школе самостоятельно. Вот, первое, что делал тютер, он наблюдал, ему было самому интересно. Тютер научился адаптировать материал под особенности ребенка, и здесь нет, наверное, каких-то шаблонных вообще рекомендаций, потому что все дети разные, каждый усваивает по-своему. И именно тютер, наблюдая, находил те рычаги, те особенности, на которые шел ребенок. Вот, и у меня была возможность наблюдать за ребенком, за своим, и за еще одним таким же ребенком, когда у моего было сопровождение, у другого не было. Естественно, результаты совершенно разные. То есть один идет с интересом, ему интересно, другой, от того, что его не учли, его особенности, он просто потерялся, он замкнулся, ему стало неинтересно, потому что он не один из главных участников образовательного процесса. Вот, и что еще хотела сказать, что во втором классе понятно, что нам опять-таки сказали, что тютера у вас не будет, мы опять через психолого-педагогический консилиум оставили тютера, но он был больше как поддерживающий. То есть это была не работа на уроке. То есть ему уже не, как правильно сказать, не вел он пальчиком, да, где мы читаем, то есть он его физически не сопровождал. Он просто, наблюдая на уроке, скидывал мне рекомендации, что мы используем визуальные подсказки, что все дети не используют, он использует. Плюс еще самое важное, это работа тютера с учителем. У нас был очень хороший дуэт, когда учитель давал знак тютеру, либо тютер давал знак учителю, что ребенок готов отвечать. То есть это были такие маленькие моменты на уроке, когда ребенок был готов, и таким образом вообще создавали момент его успеха, что он такой же, как все, что он тоже важен, что он не двоечник, не умственно отсталый, как их там обзывают и так далее, не дебил и так далее. Более того, тютер с учителем смогли создать хорошую атмосферу в классе. То есть к ребенку относятся сейчас как к направленному члену класса. Когда в первом классе приходил тютер, и на каких-то занятиях он наблюдал, занимался вместе с ним, всегда говорили, о, у Гриши пришла любимая тетенька. То есть они не воспринимали, а почему у меня не так, почему я тоже хочу, чтобы мне вот здесь подсказали, я тоже хочу хорошую оценку. То есть такого в коллективе не было. Все-таки это командная всегда работа, не только тютер. Не нужно на тютера возлагать вообще всех собак мира, складывать на тютера не стоит. Более того, это не говорит о том, что мы ребенка сдали тютеру, и мы, родители, свободны. Нет, родитель точно так же проделывает огромную работу, в том числе домашние задания, подготовка визуальных подсказок для уроков. Постоянно на телефоне либо в переписках с учителем. То есть мы не перекладываем всю ответственность на образовательную организацию. Мы всегда все делаем вместе. И вот за счет, возможно, за счет такого сотрудничества мы и обходим острые вопросы, которые возникают. Понятно, что они всячески пытаются отобрать, сократить расход на тютера, что вам он не положен, у вас в ПМПК нет индивидуального тютерского. То есть вопрос сразу, чем больше родитель подкован в нормативных документах, чем больше он знает, тем больше вероятности, что у его ребенка будет соответствующее сопровождение, потому что не всем детям нужен тютер именно на уроке. Екатерина, можно я вопрос задам? Вот все-таки получается, что он сейчас у вас в третьем классе? Да, в этом году у нас снова забрали тютера. Вчера был консилиум. Вот, можно я вопрос сейчас одну секундочку? Правильно я понял, что сейчас он перешел в третий класс? Во втором классе у него был тютер? Да, во втором классе был тютер, но он не сопровождал его на уроках. Ну, вот вы несколько раз сказали, что вы, когда у вас забирали тютера, вы действовали через как раз консилиум. Вот, как вы можете прям коротко сказать, что вы делали там? Я написала заявление, обратилась, получила то-то, ну, некоторую такую иллюстрацию того, что говорил до этого Елена Мячеслава. Да, ну, я даже не писала заявление, чтобы присутствовать, я просто находила председателя ППК, психолого-психологической службы, говорила, что я имею полное право участвовать на консилиуме, мне озвучивали время, дату, я приходила, и когда после диагностики все говорили о том, что вот здесь у него вот это, западает ему нужна помощь, и я всегда говорила, что давайте попробуем тютера. Тютер приходит для того, чтобы уйти, давайте мы его научим. Вот, более того, мы договаривались. Так, чтобы соблюдалось всё, так не бывает. Мы договаривались, я иду навстречу школе, школа идёт навстречу мне. Но с этого года, я думаю, что многие школы будут заинтересованы в том, чтобы был тютер у детей, поскольку по проверкам административно-министерским, даже если ребёнок с УВЗ, те графы, будет отдельная графа в дневниках с результатами этих проверок. То есть, если раньше мы просто отсутствовали на этих проверках, для того, чтобы не показывать плохие результаты, потому что неадаптированный даётся материал, мой ребёнок, он не готов ответить на все те вопросы, которые они хотят. Вот, и с этого года, я думаю, что это один из вариантов попросить в школе тютера для ребёнка хотя бы для проверочных и контрольных работ. Вот, ну, всё через, да, через консилиум, в основном всё через консилиум. Правильно я понимаю, что тогда, когда решением консилиума школы был прописан тютер, при этом при всём в заключении ПМПК его не было прописано. ПМПК у нас общее тютерское сопровождение. То есть, вам не надо было идти на ПМПК, чтобы ещё там что-то прописать, вам просто уже на основании заключения консилиума школы выдавался сопровождение тютера. Спасибо большое. Да. Уважаемые участники, если есть вопросы, задайте, может быть, Екатерина тоже сейчас ответит. В каком документе прописана отдельная графа в дневнике? Ну, это вот немножко я сейчас про другой вопрос. Ну, хотите, ответьте, Екатерина. Вопрос к вам. В каком документе прописана отдельная графа в дневнике? О дневнике нигде не прописано. Это я узнала в этом году, поскольку мы, ну, я говорила с представителями администрации школы, вот, и что мы сотрудничаем, я вроде как вам рейтинг-то и не снижаю, вот, на что мне было сказано, что теперь будет отдельная графа, где будут отслеживать, будет вопрос, если вы пропускаете постоянно эти проверки, будет вопрос не только к вам, как к родителю, но и к администрации. Почему они допускают пропуски в проверках министерских, административных и так далее? То есть это озвучено, пока я документа не видела, поэтому я говорю, вот, просто делюсь опытом. Хорошо, спасибо большое. Коллеги Елена Мячеславовна, Елена Витальевна, если есть что-то добавить, как-то прокомментируйте, скажите, если нет, тогда мы переходим к четвертым вопросам. Мне кажется, очень важный момент, который Екатерина сейчас озвучила, что действительно школы пытались обойти вот эти проверки, итоговый и так далее, и детей туда просто в этот момент не допускали, поэтому мы здесь сталкиваемся с серьезной такой ситуацией, что, ну, какой стимул школ обучать детей с ограниченными возможностями здоровья, если они показывают низкие результаты, и поскольку в рейтингах у нас в основном идут высокие образовательные результаты, то, собственно говоря, школа демотивирована таким образом. Это, опять же, вопрос к администрации. А как рейтингуется школа? Если школа огромные усилия применяет для того, чтобы обучать детей, но они не показывают тех результатов, значит, нам надо или выходить на дифференциацию результатов и говорить, что эти дети, они действительно имеют хорошую динамику, и школа применяет больше усилий относительно, и эти усилия нужно тоже засчитывать, да, в рейтинг школы, если действительно регион вот таким образом рейтингует школы, значит, не только образовательные и академические результаты должны быть в рейтингах, но и другие результаты, которые школа все-таки показывает и добивается. Поэтому вот то, что сейчас эти дети участвуют в проверках, это вопрос двусторонний, да, и к самим проверкам, а что проверяем, и, соответственно, а что делает школа, когда она этих детей не допускает к проверочным работам, и они не отражаются в этом списке. Ну вот, у меня просто сейчас эмоций достаточно много на эту тему, и многие директора говорят, мы не будем детей ни на ПМПК отправлять, потому что это большая головная боль, зачем нам еще адаптированную программу разрабатывать, мы не понимаем, дело не только в тьютерах, да, то есть вообще система не готова, конечно, работать вот с такими индивидуальными маршрутами детей, и для того, чтобы показать, что школа не проваливается в этих образовательных результатах, просто она еще и не допускает их к проверкам, но вот сейчас такой лазейки уже не будет, как говорит Катя, да, и они вынуждены будут участвовать в этих проверках, и это и стресс для ребенка, с одной стороны, несмотря на все прописанные спецусловия в документах, да, дети в проверочных работах участвуют, но на специальных условиях, да, там и провангировано время, и, соответственно, адаптированные материалы должны быть для этих детей, все это должно быть разработано, если школа не умеет это делать, то, естественно, и все это сложно делать, и опять же, вот тьютер здесь как раз как специалист, который готов адаптировать эти материалы, он тоже здесь очень-очень будет полезен, вот, но вот опять же, здесь уравнение со многими неизвестными, которые нужно очень быстро научить быть известными, да, как адаптировать материалы, как сопровождать ребенка, как создавать ему спецусловия на уроках, на проверочных работах, да, вот, это очень быстро надо, этот дефицит восполнять, вот, ну вот, опять же, комментарий, такого рода. Да, спасибо большое, по поводу адаптации вот контрольных работ, я так, если правильно понимаю, это, опять же, должно быть утверждаться на консилиум и заноситься в АОП в графу контрольно-измерительных мероприятий, то есть, какие специальные условия при контрольно-измерительных мероприятиях, соответственно, если в удлиненное время, наверное, я думаю, это должно быть там прописано по-хорошему. Сейчас очень хороший ресурс есть, я, если его быстро найду, я его в чат скину, в ИКП РАО, Институт коррекционной педагогики РАО, подготовил методические рекомендации, один из авторов, Вильшанская, Адель Дамирна, они как раз подготовили вот эти методические рекомендации по разработке и самой процедуры проверочной работы, и, соответственно, что требует, какой адаптации для разных категорий детей требуется в этих измерителях, да, и вообще требования к образовательным результатам, на что разные категории детей могут выйти, да, и что мы можем, ну, требовать от образовательной организации в качестве результатов, да, которые она должна показать. Поэтому, если я сейчас не найду, значит, сайт института коррекционной педагогики и как раз вот эти рекомендации там на сайте представлены. Да, спасибо большое, это очень ценный информацию, если можно, поделитесь, пожалуйста. Екатерина, спасибо вам огромное. Мы с вами переходим к четвертому вопросу, да, вот как обучать ребенка без тьютера, то есть ситуации, когда нет тьютера, да, что делать. Ну, мы сегодня много, в общем-то, так или иначе коснулись этого вопроса. Здесь я бы хотел предложить ваше внимание такие вот рекомендации, что на самом деле в любом случае мы должны начать с диагностики. То есть в любом случае, как было сказано ранее, это проведение консилиума, на который приносятся результаты или преподносятся результаты такой комплексной психо-педагогической диагностики ребенка, которая обучается в образовательном учреждении. Это диагностика психолога, диагностика дефектолога, логопеда, учителя, то есть это полная развернутая характеристика, в которой описаны возможности ребенка и его ресурсные состояния и его трудности. Там, где он испытывает трудности, это все должно быть зафиксировано в диагностике. А уже на основании диагностики проводится консилиум, в котором определяются причины трудности обучения. И на основании вот этих заключений составляется индивидуальная адаптированная программа или индивидуальный план коррекционной работы, может быть, какие-то дополнительные условия, которые необходимы для освоения программы. Дальше опять же могут быть разработаны способы адаптации учебных заданий, материалов, адаптации среды. То есть прежде чем начать ребенка обучать без тьютера, все-таки, то есть если когда нет возможности, то в любом случае нужно отталкиваться к диагностике и рассматривать варианты индивидуализации обучения. В ряде случаев, опять же, хочу сказать, что, например, если правильно подобрать способы адаптации учебных заданий или материалов, то ребенок может, его нежелательное поведение во время урока может уйти просто потому, что он начнет просто выполнять задания и понимать, чего от него хотят. Поэтому здесь мы видим такие рекомендации. Коллеги, если есть что-то добавить, то добавьте. Ваше мнение. Но, опять же, если мы все-таки понимаем, что без тьютера никак, то отправляемся к вопросу номер 3 и действием четко по разработанной уже Еленой Вячеславовной и ее коллегами маршрутом того, чтобы добиться тьютера. И давайте еще один вопрос, пятый, последний. Где найти тьютера? Он такой завершающий. Мы уже освещали этот вопрос на прошлом вебинаре, мы освещали этот вопрос на нашем второй встрече в рамках цикла встреч. Ну и вот где найти тьютера? Ну, в первую очередь хочется сказать, что сегодня, в самом начале мы говорили о том, что тьютером может быть как отдельная ставка, так же, как и расширение ставки. То есть, это может быть, как уже часто уже говорили, например, психолог, который дополнительно работает как тьютер. Или, например, педагог образовательной организации, который взял на себя какую-то нагрузку тьютера. И те комментарии в чате, которые были, что зарплата тьютера маленькая, да, но если это как доп. нагрузка к основной ставке, то тогда, я думаю, что вопрос маленькой зарплаты будет уходить. Другой момент, что если мы ищем где-то со стороны тьютера, то здесь есть некоторые ресурсы. Вот, Елена Валентиновна говорила о том, что есть некоторые агентства по подбору тьютеров. Елена Валентиновна, если есть такая возможность, или у вас есть готовый список, и вы пришлете, то мы тогда в рассылку включим вот эти информации об этих агентствах, если вдруг у вас есть. Ну и уже много говорили о том, что можно в ряде случаев обучить тьютеров в рамках дополнительного образования. И в прошлой встрече, если не ошибаюсь, в начале года, когда у нас была встреча про тьютерское сопровождение, Елена Вячеславовна с Полиной Волновой Богоратой рассказывали о том, что можно заключить студенческий договор, чтобы, если, например, вы обучили тьютера за какие-то средства, например, взятые из фонда какого-то благотворителя. Ученический договор поправлю сразу. И волонтерский тогда он будет, если это человек, который оформлен как родительский тьютер, то есть полностью зарплату на родителей, волонтерский договор со школой. Форма договора есть, тоже можно поделиться. Да, учительский договор в том случае, если, например, вы решили обучить своего собственного тьютера за финансы, привлеченные извне, от школы. И чтобы человек какое-то время обязался работать в школе, организации с вашими детьми, то как раз по этой причине нужен ученический договор. Родительский тьютер это тьютер, привлеченный родителей. Ну, это такой жаргон, местный сленг. коллеги, если есть что добавить, то добавьте, если нет, то предлагаю какие-то вопросы, если готовы осветить сейчас, ответить, если нет, то тогда, уважаемые родители, мы на ваши вопросы в любом случае пошлем ответы, и специалисты в контакт дадут ответы, и мы дадим ответы, поэтому ни один вопрос не остается без ответа. Но если сейчас коллеги готовы прокомментировать какие-то вопросы, то давайте потратим еще на это какое-то время. А мне кажется, очень важно опять снова повторить, мы уже как-то, по-моему, в рамках прошлого, что ли, нашего вебинара по тьютеру, что говорили о стаже, что нет необходимости в двух годах стажа для приема на работу тьютера. Это требование избыточное, и на одном из круглых столов, на котором мы были с Артуром Валерьевичем хаосством, он тоже это подтверждал. То есть, в общем, мне кажется, нам нужно сделать какое-то заключение и выпустить его от имени, может быть, вот Елена Валентиновна нам поможет, от имени Института инклюзивного образования, либо от ФРЦ, либо от всех вместе с разъяснениями о том, что все-таки стаж это не необходимое условие работы. То есть, есть необходимые, чтобы взять человек на работу в образовательную организацию, но это не, стаж не относится к таким. С каким, вот регулярно этот вопрос и в чате задают, с каким образованием могут взять на работу тьютера, мне кажется, это тоже вот надо еще раз проговорить, потому что достаточно часто этот вопрос встречается. И пока не отвечая на него, хочу сказать, что не может быть требований таких же к тьютерам, родителям, потому что иногда родители выполняют эту роль, не может быть таких же требований к тьютерам, привлеченным родителями, то есть, не сотрудникам школы. Вы все для школы оказываетесь в роли волонтера, сопровождающего. То, что вы функцию тьютерскую будете, по сути, выполнять, это остается за рамками, на самом деле каких-то официальных отношений со школой. Для школы вы в данном случае будете являться волонтером. Оформить такого тьютера нужно и можно именно волонтерским договором. При этом родителей или вот таких привлеченных тьютеров можно брать на ставку в школу, на ставку не тьютера, а ассистента. То есть, это будут совсем небольшие деньги, но тем не менее, то есть, на ассистентскую ставку вас взять точно можно, ассистента внутренним консилиумом школьным ребенку выделить, ставку открыть и дальше, соответственно, вот какие-то, по крайней мере, часть зарплаты вам или вашему тьютеру, который вы привели, будет оплачена. Волонтерская работа, конечно, не оплачивается. То есть, если у нас человек волонтер, то он работает бесплатно. То есть, спрашу здесь вот в чате, не оплачивается? Нет, конечно, не оплачивается. И ваше финансовое взаимоотношение с тьютером, если они, если это ваш тьютер, привлеченный вами для работы в школе, не должны касаться образовательные учреждения, потому что здесь вы находитесь в области договоренности. Здесь не надо никого подставлять, демонстрируя, что оплата где-то происходит. Школа, образовательные учреждения, это совершенно не их будет тогда вопрос. Их вопрос, соответственно, все документы вместе с вами правильно оформлены, потому что волонтерский договор, это не единственный документ для человека, который находится внутри школы, там нужны будут все необходимые, соответственно, справки, медкнижки, это все равно требуется, но для школы он будет волонтером. И, соответственно, волонтерский же комплект документов. Вот. Можно вас попросить, Елена Валентиновна, или вас Сергей прокомментирует по поводу того, с каким образованием человек может претендовать на работу тьютера? Какой? Ну, в соответствии с профстандартом, это специалист в области образования. При этом это среднее профессиональное либо высшепрофессиональное образование. То есть, любой педагогический работник. Психолог, учитель, логопед, учитель, дефектовок. То есть, любой педагогическое образование. Вообще, все требования к образованию и стажу это требования, прописанные в профстандарте. Мы достаточно долго участвовали в разработке профстандарта, и как раз вот эта строка была проблемной. Во-первых, сначала там было высшее образование и требования к стажу два года. И, значит, это обсуждалось на рабочей группе. В результате добавили, что это и среднепрофессиональное образование, и высшее образование. Раз, и второе, отсутствие требований к стажу. И профстандарт. То есть, если к вам предъявляют требования о стаже, и вы руководствуетесь профстандартом. Это основной документ, который это регламентирует. То, что надо написать, видимо, такую памятку, Елена Вячеславовна, я с вами согласна, я думаю, надо ее разработать и действительно ее как-то распространить широко. А у нас 20-21 октября будет проходить шестая международная конференция по инклюзивному образованию в МГБУ. И там два формата будет посвящено тьютерскому сопровождению. Будет круглый стол и будет вебинар, который тоже ответит на многие вопросы. И я думаю, по результатам, поскольку она имеет высокий уровень, высокий статус, эта конференция, она идет от Министерства просвещения, я думаю, что в рекомендациях по поводу тьютера мы обязательно это распространим на регионы и каким-то образом дойдет наверное до практики школьных организаций. Скорее, вот обратно, появилось сейчас на экране, вот демонстрация экрана выключил, вот какие требования к образованию и обучению. Появилось вот это, высшее образование или среднее персональное образование в рамках, ну и вот это пояснение здесь. Вот это и есть. Так, а вот меня еще, знаете, хотел прокомментировать, здесь вот был вопрос по поводу организации тьютеров в дошкольном образовании. Ну, собственно, принцип действий и алгоритм действий тот же самый, просто мы сегодня акцентируем внимание на начальном школьном обучении либо на обучении как бы на этапе школьного обучения, на этот уровень получения образования. Но в дошкольном образовании вся там в обществе все то же самое. Хочу добавить, в самом начале у нас с вами был вопрос по поводу средней школы. Это точно так же. То есть весь алгоритм, про который мы говорили, точно такой же. Значит, аргумент вам чисто теоретически или вернее наоборот абсолютно практический. Значит, вы наверняка на заре вот этой всей истории с тьютерами сталкивались с тем, что часто школа говорят или образовательный учреждение говорит, что тьютер положен ребенку на адаптационный период. Это тоже был такой аргумент, который, значит, позволял почему-то детям не выдавать на этот период тьютера, а наоборот его забирать, как будто бы адаптационный период закончился. И, значит, считалось, что это срок. То есть там две недели. Ну, это смешно, конечно, для детей с УВЗ, да и, в общем, для обычных детей, конечно, ни за какие две там недели, за месяц и даже за два часто никакой адаптационный период не проходит. Значит, считайте, что с любыми изменениями адаптационный период еще и продляется. Какие изменения? Перевод из класса в класс, перевод с уровня образования на другой уровень образования. Снова у нас начинается адаптационный период и так далее. То есть здесь на самом деле все это всегда малейшие какие-то изменения они в пользу ребенка должны трактоваться и, естественно, тютер при переходе на следующую ступень тоже таким же образом доказывается. То есть также через заключение или по МПК или также на внутреннем школьном консилиуме. Но еще хочу добавить, что на самом деле вот именно в средней школе тютерства это более сложный вопрос и к классу шестому, седьмому дети, которые прекрасно совершенно с тютером в начальной школе себя чувствовали и он был им действительно очень необходим достаточно в большом проценте случаев в средней школе начинают его стесняться. То есть здесь вот очень важно как этот человек себя ведет ведет и что он делает и говорит проявляет ли он внимание только к этому ребенку или делает так, чтобы он был частью вот этой вот окружающей среды и помогал в общем-то не прям вот прицельно может быть так явно этому конкретному ребенку с какими-то нарушениями может быть нужно пересматривать тактику того как это взаимодействие будет происходить. Вот с такой вот неожиданной трудностью можно столкнуться к средней школе. Вот все, что хотела прокомментировать. Да, вот здесь вот спрашиваю. Очень важно, да, Елена Вячеславовна, действительно, стиль отношений тьютера, если он с самого начала, да, мы говорим тьютер, он как взрослый со взрослым, да, то есть это не опека, а опека приводит как раз к беспомощности ребенка. Если с самого начала тьютер не опекает, а именно по деловому общается, то это видят и другие дети и, в принципе, конечно, этого можно не стесняться, потому что это взрослый, равный взрослый, он отличается от няньки, а те, кто вытирает сопли и так далее, это совсем другое. Поэтому нам нужно еще вырабатывать этот стиль взаимоотношений. Тьютер не учитель, тьютер не нянька и так далее, а кто такой тьютер, вот здесь нужно как раз вот это выработать. И здесь много вопросов, да, Сергей Николаевич, такие прямо у Инны Марковой очень вопрос такой интересный, про Москву. Елена Вячеславовна, Москва наша рулит, извините, а тут, понимаете, прописали адаптированную программу, а детский сайт только вообще образовательная программа реализует. А, Инна, если вашему ребенку прописана адаптированная программа, образовательная организация обязана разработать адаптированную программу в том числе, она не может не разработать, потому что это прописано. И адаптированная программа является ответственностью образовательной организации. Есть примерные программы, да, они разработаны специалистами, они висят на сайте в госреестр, наверняка уже на ваших вебинарах это часто обсуждалось, да, Сергей Николаевич? Значит, как только вы пришли и передали образовательной организации рекомендации ЦПМПК, и там прописана строка образования по адаптированной программе, образовательная организация приступает к разработке этой самой адаптированной образовательной программы на основе примерной. И все условия, которые вы дальше, можно ли обращаться к руководству для создания спецусловий? А именно в этой адаптированной программе все спецусловия должны быть прописаны, то есть если у вас это есть, а этого не сделана образовательная организация, это нарушение с точки зрения образовательной организации. Отписываться организацией, отговариваться вам, как родителю, что мы только общую образовательную программу реализуем, невозможно. Но, смотрите, вы сами пишите, что предоставлены дефектолог, логопед и психолог, если это эта организация предоставлена, может быть, у вас нет информации о том, что адаптированная программа разработана, и эти специалисты работают как раз в рамках этой самой адаптированной программы и являются тем самым, теми самыми специальными условиями, которые там прописаны. Значит, для разъяснения вы должны прийти на консилиум или проконсультироваться с специалистом, курирующим вашего ребенка, соответственно, чтобы вам сказали, на основании какой программы ваш ребенок обучается. Ну, а дальше, конечно, условия в 30 человек группа, да, вот это тоже нарушение некоторые относительно вашей особенности, да, участия в образовательном процессе, потому что 30, это практика распространенная, но это условия, которые неэффективны для, часто для обучения. Это может быть группа комбинированной направленности, и там количество детей по САНПИНу должно сокращаться. Спасибо большое, Ирина Валентиновна. Давайте, коллеги, мы ответим на последний вопрос, который от Ольги, вот здесь вот я вижу. Подскажите по поводу ПМПК, любой ли ПМПК может прописать с утра, районный или областной? Да, любой может прописать, но вот единственный вопрос, закон или то, что отправляют на областной? Здесь, коллеги, подскажите, законно ли то, что их не хотят они дописать, а отправляют на областную? Нет, конечно, нет, незаконно, и действительно, любой ПМПК должно прописывать. И еще раз вас верну к заявлению вашему письменному, то есть вы приходите на ПМПК любого уровня и приносите, в случае, если вы встречаетесь с такими трудностями, письменное заявление, почему важно его принести и почему важно его зарегистрировать, приобщить ли к протоколу, то есть это вы можете потребовать прямо там в процессе, либо, соответственно, подать его вообще отдельно перед тем, как вы будете проходить, потому что вас с письменным обращением проигнорировать не могут. То есть все, что касается слов, вы никак не можете опротестовать. Вот они сказаны вслух, вы расстроились, а эффекта ноль, потому что вы не можете с этим дальше никак работать. Если вы письменно обращаетесь и официальным путем, то есть регистрируя, вы в таком случае можете и должны получить письменный отказ, если они действительно отказываются делать, и он должен быть не просто слово «нет», «нет», «мы не будем», а он должен быть мотивированный, мотивированный отказ. Поэтому, а мотив, почему они не могут этого прописать, придумать нельзя, потому что это незаконно. Значит, ссылки еще раз на тексты заявлений, которые вы можете скачать в презентации, они будут разосланы всем участникам вебинара, в том числе в письмах. Ну, или можно посмотреть их на сайте контакта. По слову «тьютор» вы там найдете огромное количество разной полезной информации, в том числе вот один из последних текстов, это был как раз про заявления, там вы их и скачаете. Спасибо огромное. Друзья, вопросов много, на многих мы еще не ответили. Мы постараемся на них ответить в ближайшее время, но это не убирает у вас возможность писать нам, задавать вопросы. Роаконтакт, ФРЦ, мы с удовольствием ждем ваше обращение, всегда готовы ответить. И мы как бы две команды, двух организаций сейчас работают над такими задачами. На этом наш вебинар заканчивается. Елена Валентин, ой, Елена Вячеславовна, прошу прощения. Давайте вот, может быть, как кратенький анонс следующей встречи. Мы с вами планировали следующий вебинар посвятить обучению в средней школе. Мне кажется, это правильно, потому что начало года мы с вами обсуждали. Очень много вопросов у родителей именно про среднюю школу. Я предлагаю, дату мы обозначим чуть позднее, когда будет рассылка, уважаемые участники материалов сегодняшнего вебинара. В этой рассылке будет дата следующей встречи. И эта встреча будет посвящена именно средней школе. Сергей, я бы себе предложила в ближайшее тоже время запланировать вебинар по дошкольному уровню, потому что огромное количество опять тоже вопросов пошло. И здесь важно, наверное, этому тоже в ближайшее время уделить. Вот вижу, даже в чате меня уже поддерживают. Да, про дошкольный уровень тоже какое-то в ближайшее время сделают. Я думаю, что мы можем сделать в среднюю школу следующую встречу и через встречу посвятить как раз дошкольному образованию. Елена Валентиновна, вам огромное спасибо за экспертную позицию, экспертное мнение и ценную информацию. Елена Вячеславовна, вам тоже огромный респект, уважение и низкий поклон за такую командную работу. Уважаемые участники, на сегодня всем спасибо. Мы прощаемся и тогда до следующей встречи. Спасибо, до свидания. Всем хорошего дня. В Москве сегодня солнышко. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok